Уважаемые участники Конгресса, сегодня вашему вниманию будет представлен доклад «Преконцепционная подготовка к беременности». О чём пойдёт речь? О необходимости профилактики и своевременного установления тех факторов, которые могут осложнять беременность. И кроме этого, мы поговорим также о том, как устранить те факторы, которые мы можем модифицировать. Желаю вам приятного просмотра! Добрый день, уважаемые участники Конгресса! Я хочу вам представить доклад, который сегодня прозвучит. Это метаболический синдром в рамках акушерских осложнений. Метаболический синдром сегодня играет большую роль во всех осложнениях беременности и родов. И сегодня речь пойдёт в докладе о том, что у женщин с метаболическим синдромом развивается большой процент очень тяжёлого акушерского осложнения, как прекламсия. И очень важно, чтобы женщины, у которых есть ожирение, высокое артериальное давление, у которых наступает беременность, чтобы они были каким-то образом подготовлены к этой беременности, чтобы у них не возникла прекламсия тяжёлой степени, которая несёт неблагоприятные последствия как для здоровья матери, так и ребёнка. Поэтому будут представлены данные нашего исследования, которые были проведены при поддержке Юрия Фарм, когда мы изучали у женщин с ожирением, назначали профилактические курсы терапии с применением препарата элергенина, тевартина, аспартата, 16 недель беременности и определяли у них уровень лептина, уровень плацентарного фактора роста и других ингибитов, и других маркёров, которые указывают на возможность развития прекламсии. Мы получили хорошие результаты. Те женщины, которые принимали профилактический курс с тевартином, у них почти в 5 раз ниже развивалась прекламсия тяжёлой степени, что было благоприятным исходом и беременности как для матери, так и для ребёнка. Поэтому результаты нашего исследования могут быть внедрены в практическое здравоохранение, и, конечно, мы продолжим дальше исследование, потому что оно заслуживает большого внимания в акушерстве. Добрый день, уважаемые коллеги! Я Жук Светлана Ивановна, зав. кафедры акушерства и гинекологии и медицины плода Академии последипломного образования имени Платона Лукича Шупика. Я заведую кафедрой акушерства и гинекологии и медицины плода. Тема моего выступления сегодня — это общение с Вами по проблематике анемий. Это очень распространено в современной акушерской сфере, но, коллеги, я хотела бы обратить внимание не на железодефицитное состояние, о чём я постоянно с Вами общаюсь, а именно хочу подчеркнуть вопрос анемии в условиях стационара. Это те женщины, которые имеют средний и тяжёлый уровень анемии. И, конечно, у них есть угроза как во время родов в виде кровотечения, так и в послеродовом периоде. Мы рассмотрим и патогенез этого состояния, и введение беременности, и лабораторные показатели, и подумаем о том, как в каждом конкретном случае поступать Вам практическим врачам. Дорогие коллеги, В общем, совсем не так давно, в 1992 году, оксид азота был признан молекулой года. Вы знаете, и признан абсолютно заслуженно. Этот гидрофобный газ, молекула которого состоит из двух атомов, оказалось многофункциональным соединением, выполняющим огромное количество функций в организме. Предшественником оксида азота является аминокислота элергенин. И вот сегодняшний мой доклад будет посвящен этой аминокислоте как лекарству, как фармакологическому средству. Я постараюсь рассказать о том, почему возникают вот эти самые оксид азот-дефицитные состояния, почему дача предшественников оксида азота или доноров оксида азота соответственно может предотвратить или лечить эти состояния. Ну и особое внимание, конечно, будет уделено роли и возможностям элергенина в качестве фармакологического средства, в качестве лекарства в акушерстве. Обещаю, что я буду строг в том смысле, что буду цитировать самые современные и самые принципиально выполненные плацебо-контролируемые исследования, в том числе экспериментальные, но и, конечно, клинические. Приглашаю вас на свой сегодняшний доклад, который называется «Аминокислота элергенин как лекарство». Для своего доклада сегодняшнего я избрал тему «Кетоз у беременных». Связано это с тем, что во время беременности создаются особые условия для возникновения кетоза и кетоацидоза. А это, в свою очередь, имеет большие последствия как для матери, так и для плода. И виды кетоза и кетоацидоза во время беременности бывают разные, степень их бывает разная, и все это необходимо учитывать в своей практике. Я вас приглашаю послушать сегодняшний мой доклад, который будет посвящен кетозу и кетоацидозу у беременных женщин, и отдельно в нем будет раздел по коррекции вот этих состояний. мы обсудим, когда это нужно коррегировать, а когда это и коррекции не подлежит. Какие ситуации опасны, какие жизнеугрожающие, а с какими можно вполне мириться. Буду рад встретиться с вами на своем сегодняшнем выступлении. Уважаемые участники Конгресса, мы предлагаем рассмотреть доклад по теме Patient Blood Management в акушерстве. О чем пойдет речь? О том, что лучше защищать свое, нежели использовать чужое. Как сохранить собственную систему крови? Как не допустить анемии? Как избежать кровотечений? Об этом всем мы будем говорить в своем выступлении. Уважаемые коллеги, мы сегодня поговорим об углеводном обмене в переоперационном периоде, о видах его нарушений, о том, какие бывают интересные и сложные состояния, такие как стрессовая гипергликемия, нуждается ли она в коррекции, в каких случаях и какие средства надо использовать. Мы поговорим о проведении предоперационного периода, что надо подготовить для больного перед операцией, как его вести в послеоперационном периоде. Мы также поговорим о тех растворах, которые нужно использовать, например, когда можно и стоит использовать растворы глюкозы, когда надо избегать этого, какие средства мы можем применять вместо глюкозы и у каких пациентов. В целом мы поговорим о такой сложной и интересной проблеме, как нарушение углеводного обмена у пациентов, которое находится на лечении у докторов-хирургов, акушеров-гинекологов, терапевтов, семейных врачей и так далее. Добрый день! Меня зовут профессор Кристиан Брейман. Я из Швейцарии. Я гинеколог и кушер. В своем выступлении я поговорю о влиянии анемии, железодефицитных состояний на беременность, на плод. Также речь пойдет о диагностических моментах в случаях железного дефицита и анемии. Я рассмотрю различные препараты железа. Я буду сравнивать их между собой, включая самые последние препараты железа, которые вводятся внутривенно. Мы рассмотрим, как это отображается на ситуации с анемией. Рассмотрим, в частности, сравнение сахарозы железа и карбоксимальтозы. Я надеюсь, вам это будет не безинтересно и я представлю вам обзорные данные насчет современного введения анемии при беременности и после родов. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, рождение ребенка это самое важное событие в семье, но путь к этому счастью не у всех бывает легким. Риски, с которыми сталкиваются женщины и врачи, хорошо известны. Часто это нарушение гормональной регуляции и репродуктивной функции. Часто это недостаточность лютеиновой фазы, что приводит к бесплодию и невыношению беременности. Как в свое время диагностировать эту проблему и выполнить рациональную коррекцию? Как использовать оксид азота на регулярной основе, на прегравидарном этапе у этих женщин? Об этом всем речь придет в моем выступлении. Биологическая роль донаторов оксида азота в прегравидарной подготовке женщин с недостаточностью лютеиновой фазы. Это будет 12 октября в 10.30. Приглашаю вас поучаствовать в дискуссии этого важного вопроса для каждого специалиста, акушерогинеколога, семейного врача и ознакомиться более подробно с полной версией доклада в секции акушерства и гинекологии тематический блок номер один. Всем спасибо!